Спортивные школы, федерации учебные заведения и дошкольные образовательные учреждения. 17 номинаций и около сотни награжденных. Среди них десятка лучших спортсменов года. Городской спорткомитет подвел итоги 2015 года и рассказал о планах на 2016. Ежегодная торжественная церемония «Звезды спорта-2015» прошла в дружеской обстановке под звуки русских народных песен. Шампанское, роспись под хохлому и творческие коллективы в сарафанах и армиках. В этом году торжественная церемония «Звезды спорта-2015» проходит в русской народной тематике. Импортозамещение в Мурманске коснулось и праздничных мероприятий. С хлебом с солью на входе и баянистами на сцене. Традиционно перед началом подведение итогов года почти минувшего. В нем было много заметных спортивных событий. Часть из них юбилейные. Пробегу «Кола Мурманск», например, исполнилось 80 лет. Это значит, что спортсмены, которые бежали на первом пробеге в 1935 году, ну им было лет по 20, то есть они ровесники нашего города. И столько лет живет это спортивное событие. Ну, конечно, нельзя не сказать о 10-й юбилейной мурманской миле. И просто поразившей всех крэйзи миле в ее программе. Конечно, 55-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Несколько поколений мурманчан выросло с сознанием того, что в нашем городе проводится эта эстафета. У каждого спортсмена, приглашенного на торжество, есть свои локальные итоги года. Екатерина Толмачева, например, в этом году стала дважды медалисткой на первенстве России среди юниоров. Она взяла два золота в забегах на 800 и 1500 метров. Однако самое памятное событие – третье место в командной эстафете в чемпионате России по легкой атлетике. Мы, честно говоря, именно к этим соревнованиям не готовились практически. То есть мы за короткое время сделали команду и поехали туда. Это очень большое достижение, что мы заняли там третье место. Потому что только первый раз участвуем в этих соревнованиях. Рассчитываем, что в следующие годы мы будем больше к ним готовиться и лучше бежать там. Для Марины Морозовой главное событие 2015 года – возвращение в большой спорт. Женщина недавно вышла из декрета и готова продолжать карьеру на татами. Она занимается дзюдо. Восстанавливаться было непросто, однако Марина справилась. Теперь приучает к этому виду спорта двухгодовалого сына. Весь 2016 год расписан. То есть по месяцам учебно-тренировочные сборы, а также поставлены задачи, какие турниры и чемпионаты я должна выиграть. Ветераны спорта тоже продолжают уделять время любимому занятию. Однако для них итоги года измеряются достижениями детей и у некоторых уже внуков. У Валентины Федоровны Устиленцевой трое детей. Все посвятили себя спортивной карьере. Теперь три мастера спорта у меня, чем я горжусь. Теперь младшая дочь у меня заслуженный, тренер и зять. То есть у меня уже девять внуков. И все занимаются спортом. Я рада тому, что не тому, что я в спорте, а потому что все мои родственники и знакомые, и кто, все в спорте. И я на работе пропагандирую это. И говорю, что если вы не будете шевелиться, никакого иммунитета у вас не будет. Всего на торжество пригласили 150 спортсменов. В области их тысячи. Восхищение достойны все, уверен глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Для меня вот самое важное, это номинация в дошкольных учебных учреждениях по-простому в детских садах. Если наши маленькие мурманчане, которые только научились ходить едва-едва, а уже достигают результатов в спорте, которые можно отметить на городском уровне, то это уже очень хорошо и это замечательно. Всего награды получили более 100 человек по 17 номинациям. Кроме того, особо выделили организаторы торжества десятку спортсменов, добившихся в этом году наилучших результатов. Продолжение следует...